С вами канал Учебник Слух. Илиада, перевод Гнедича. Из песни шестой. Свидание Гектора с Андромахой. Действие разворачивается в стенах осаждённой Трои. Гектор, покинув на время поле боя, спешит попрощаться с семьёй. Он приближался уже, протекая обширную Трою, к скейским воротам. Через них был выход из города в поле. Там Андромаха, супруга, бегущая, встречу предстала. Там предстала супруга, за нею одна из прислужниц. Сына у Персии держала, бессловного вовсе, младенца. Плод их единый, прелестный, подобный звезде Лучезарной. Гектор его называл скамандрием. Граждане Трои, а с Теанаксом. Единый бог Гектор защитой был Трои. Тихо отец улыбнулся, безмолвно взирая на сына. Подле него Андромаха стояла, льющая слёзы. Руку пожала ему и такие слова говорила. Муж удивительный, губит тебя твоя храбрость. Ни сына ты не жалеешь, младенца, ни бедной матери. Скоро буду вдовой я, несчастная. Скоро тебя аргивяне вместе напавшей убьют. А тобою покинутой, Гектор, лучше мне в землю сойти. Никакой мне не будет отрады. Если, постигнутый роком, меня ты оставишь. Удел мой, горести. Нет у меня ни отца, ни матери нежной. Гектор, ты всё мне теперь, и отец, и любезная матерь. Ты и брат мой единственный, ты и супруг мой прекрасный. Сжалься же ты надо мною и с нами останься на башне. Сына не сделай ты сирым, супруги не сделай вдовою. Воинство наше поставь у смоковницы. Там на Ипаче город приступен врагам, и восход на Твердыню удобен. Трижды туда приступая, на град покушались герои. Оба Аякса могучие, и Доминей знаменитый. Оба Атрея сыны, и Тедит дерзновеннейший воин. Верно о том им сказал прорицатель какой-либо мудрый. Или, быть может, самих устремляло их вещие сердце. Ей отвечал знаменитый, шеломом сверкающий Гектор. Всё и меня то, супруга, не меньше тревожит. Но страшный, стыд мне пред каждым троянцем и длинноодёжной троянкой. Если как робкий останусь я здесь, удаляясь от боя. Сердце мне то запретит. Научился быть я бесстрашным. Храбро всегда меж троянами, первыми биться на битвах. Славы доброй Отцу и себе самому добывая. Твёрдо я ведаю сам, убеждаясь и мыслью, и сердцем. Будет некогда день, и погибнет священная Троя. С нею погибнет Приам, и народ копьеносца Приама. Но не столько меня сокрушает грядущее горе Трои, Приама родителя, матери дряхлой Гекубы, Горе тех братьев возлюбленных, юношей многих и храбрых, Кои полягут в опрах под руками врагов разъярённых. Сколько твоё, о супруга, Тебя, меднолатный ахеец, Слёзы льющую, в плен повлечёт И похитит свободу. И невольница, в Аргасе будешь ты ткать чужеземке, Воду носить от ключей Мессииса или Гиперея, С ропотом горьким в душе, Но заставит жестокая нужда. Льющую слёзы Тебя кто-нибудь там увидит и скажет. Гектора — это жена, Превышавшего храбростью в битвах Всех канеборцев Троян, Как сражались в круг Илеона. Скажет, и в сердце твоём Возбудит он новую горечь. Вспомнишь ты мужа, Который тебя защитил бы от рабства, Но да погибну, И буду засыпан я перстью земною, Прежде чем плен твой увижу И жалобный вопль твой услышу. Рёк, и сына обнять устремился Блистательный Гектор, Но младенец назад Пышноризой кормили циклону, С криком припал, Устрашася любезного отчего вида. Яркою медью испуган И гребнем косматовлосатым, Видя ужасно его закачавшийся Сверху шелома. Сладко любезный родитель И нежная мать улыбнулись. Шлем с головы немедля снимает Божественный Гектор, На земь кладёт его Пышно-блестящий, И на руки взявши, Милого сына Целует, Качает его И поднявши Так говорит, Умоляя и Зевса, И прочих бессмертных. Зевс и бессмертные боги, О, сотворите! Да будет сей мой возлюбленный сын, Как и я, знаменит среди граждан. Так же и силой укрепок, И втрое да царствует мощно. Пусть о нём некогда скажут Из боя идущего в виде, Он и отца превосходит, И пусть он с кровавой корыстью Входит в рогов сокрушитель И радует матери сердце. Рёк, и супруги возлюбленной На руки он полагает Милого сына. Дитя к благовонному лону прижала, Мать, улыбаясь сквозь слёзы. Супруг умилился душевно, Обнял её, И рукою ласкающий Так говорил ей. Добрая, Сердце себе не круши Неумеренной скорбью. Против судьбы Человек меня не пошлёт Каидесу. Но судьбы, как я мню, Не избёг ни один земнородный муж, Не отважный, не робкий, Как скоро на свет он родится. Шествуй, любезная, в дом, Озаботься своими делами. Тканьем, пряжей займися, Приказывай жёнам домашним Дело своё исправлять. А война мужей озаботит Всех. Наиболее ж меня В Элеоне священном рождённых. Речи окончивши, Поднял с земли Бронеблещущий гектор, Гривистый шлем, И пошла Андромаха, Безмолвная к дому, Часто назад озираясь, Слёзы ручьём проливая. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!